Как-то раз знакомый подошел и сказал, может быть, все же что-то такое, что будет отличаться от всего. И есть человек, который может тебе помочь в этом. Это мой коллега, с которым мы вместе работаем. Моя Википедия своего рода. Я сказал, да, почему бы и нет. Так завязалось, так я начал погружаться в науку и в разные вещи, и прокачивать свой мозг в первую очередь. Мне понравился результат, я доволен. За два года я доволен результатом. Чем дальше, тем больше будет появляться каких-то научных каналов и околонаучных, которые хорошо, весело и смешно рассказывают сложные темы простым языком. Это очень круто, потому что немногие учителя это делают, и они, в общем-то, и не замотивированы, и не заинтересованы это делать. Поэтому учиться так сложно, и поэтому даже иногда на уроках географии и уроках анатомии показывают ребята мои выпуски, вот, и смотрят их вместе с учителем, вот. Это как бы классно, и я рад, что это происходит. Ну, конечно, для всех это немножко новое, и как бы никто, то есть все не привыкли к этому, и кто-то из группы, возможно, там, 30 человек, из них 15 или там 10 смотрят меня, а для остальных это открытие. Естественно, они сравнивают это прямо на уроках со своим учителем и понимают, что, да, чувак с YouTube куда проще рассказывать, его понятнее и веселее смотреть. Но я бы не стал учителем, я бы ни за что не пошел в школу и не стал учить детей. Вот, им сложнее, конечно, да. YouTube превратится просто в телек. На каждом телеке моя мама будет смотреть YouTube, я надеюсь, через 2 года, через 3, вот, и будет сама переключать канал и подписываться, и я подпишусь на свою маму, она у меня. Вот что будет. У моей мамы есть телек. Вот реально, дома телек стоит такой большой, она говорит, вот, показывает 3D и все такое, хотя 3D она не смотрит, зачем она покупает. Но в какой-то момент я пролистал у нее на телеке функции, гляжу, там, ну, можно YouTube подключить, и вообще YouTube смотреть, и все такое. И понял, в тот момент именно, что все, это пришла такая пора, такой симбиоз, когда YouTube просто врывается в телек и заполоняет за собой все, не оставляя телеку никаких шансов. Есть такой чувак Кейси Нейстед. Вот, когда я произношу его имя, короче, я прям, вообще, мне плакать хочется от удовольствия, мурашки по коже. Вот этот чувак, ему, ну, там, за 30, около даже 40, у него взрослый сын, который работает в Пончиковой. Вот, а сам Кейси Нейстед, это один из самых крутых и классных видеомейкеров и блогеров одновременно, которые снимают видео, каждый день выкладывают каждый день это видео. Это просто, ну, это такой шедевр, достояние каждого дня этого человека. И мне нравится следить за его просто днем, его днем, да. Он классно дает, он классно преподносит свой день и классно это делает. В общем, подходите честно, неважно, сколько вам лет, просто делайте то, что вам нравится. И главное, будьте честны сами с собой. Влоги сейчас пустые, темы одинаковые, все такое, вот. И, естественно, это количество, оно растет, растет, растет. И в этом количестве появляются какие-то люди, которых не так много, но они все же появляются, которые добавляют в эти блоги обычные частичку какого-то своего креатива, нестандартного подхода, съемки, тайм-лапсы, еще что-то. И из этого, ну, блог Кейси, он уже как маленькие микрофильмы, которые просто приятно смотреть. Жизнь глазами человека, который действительно видит ее красиво, и это достойно. Достойно, чтобы поставить лайк, достойно, чтобы заходить и каждый день смотреть на это. Я хочу всем пожелать честности и любознательности. Это единственное, что сейчас начнет всех мотивировать. На мой взгляд, вот, честность и любознательность. Это просто вот два таких самых крутых составляющих. Я обожаю своих друзей, которые честны и любознательны. Вот, это те качества, которые ценю я. Вот, всем честнока и любви, любознательности. Прокачивайте свои больные мозги, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok